Друзья, всем привет! Это пятая часть про ремонт. На самом деле мы уже переехали, и для нас вот эта ежедневная гонка с ремонтом закончилась. На душе стало спокойно. Мы теперь потихонечку доделываем те недоделки, которые остались после переезда. И это, кстати, первый ролик, который записывается за последний год не ночью, а днём в более-менее человеческих условиях, комфортных. Но сейчас не об этом. Сегодня в этом ролике мы с вами вернёмся к событиям, на которых я остановился в прошлом ролике про ремонт. Я напомню, что у нас на завершающей стадии ремонта обнаружилась протечка в полу из системы отопления. Произошла эта протечка в конце отопительного сезона, и мы о ней ничего не знали. Вода потихонечку наполняла весь пол, всю стяжку, и спустя неделю она пошла вниз к соседу. А мы об этой протечке узнали через полторы недели, когда вода пошла вверх по стенам, стали отклеиваться обои, спучиваться шпаклёвка и так далее. В общем, что происходило дальше, в этом ролике я вам подробно расскажу и покажу. В конце апреля нам было назначено вскрытие пола. Там была собрана комиссия. Туда были приглашены представители застройщика, его подрядчик, который монтировал трубы отопления, управляющая компания, ну и мы. Система устроена так, что в квартиру заходит труба, сшитый полиэтилен диаметром 20 мм, и далее делаются ответвления в комнаты более тонкой трубой 16-миллиметровой, через фитинги пластиковые, фирменные, от компании ТЭСЭ или ТЭСЭ, не знаю, как правильно читается. Весь процесс вскрытия пола и всё, что происходило далее в этот день, я записывал на видео, причём одним дублем. Возможно, это не удалось бы использовать как какие-то доказательства, но тем не менее, на всякий случай я решил, что должен быть этот видеоматериал у меня. Вскрытие начали в местах ответвления трубы в коридоре. Просто наугад, не было понятно по следам на стенах, где конкретно произошла протечка. Сначала подняли кварцвинил, и под ним просто молотком разбивали наливной полустяжку, и так добирались до труб. Трубы были под слоем шумоизоляции ещё, то есть стяжка была на этом слое шумоизоляции. Трубы были под слоем шумоизоляции. С первой попытки не попали, фитинги были в порядке на первом ответвлении. Субтитры сделал DimaTorzok. потом вскрыли второе и там как раз обнаружилась протечка причем когда подали давление было видно как вода вытекает потихонечку из фитинга сам фитинг разгерметизирован он как бы разобран я не знаю его конструкцию поэтому не могу сказать точно был ли это дефект фитинга либо его неправильная установка монтажниками это теперь вопрос уже застройщика проблемный фитинг демонтирован был причем он отрезан вместе с кусками трубы и отдан на экспертизу в тс ну то есть соединение было дополнительно и сделано опять же при помощи прямого фитинга 3 прямых фитинга добавлены и вот этот т-образный фитинг заменен на новый то есть фитингов теперь в полу стало еще больше ну такова процедура у застройщика в подобных случаях ничего не поделаешь вскрытие пола было правильным образом за актирована самое главное что в этом акте указывалось это то что причиной разгерметизации системы отопления являлась являлся фитинг то есть это снимала ответственность нас то есть теоретически могли мы где-то трубу повредить просверлить вскрывать пол что-то делать но никаких следов не было обнаружено потому что их быть не могло и виноватым можно считать сторону застройщика ну либо его подрядчики это уже дальше их разборки дальнейшие также был второй акт от компании т.с. о том что они забрали фитинг причем но там такая процедура не очень видимо отлаженная сам фитинг просто забирают составляется акт где написано просто изъято типа оборудование без конкретики но в этот день мы звали юриста по таким вопросам и он помогал нам правильно заполнить акты заставить представителей вписать все всю информацию конкретно чтобы можно было ее потом использовать и таким образом вот два этих акта в этот день были оформлены и на этом все представители ушли мы остались с этой проблемой думать что делать дальше дальше была составлена и отправлена застройщику досудебная претензия причем в ней необходимо было указать примерную сумму ущерба и спецификацию работ почему это нужно потому что в этом случае срок рассмотрения претензий сокращается до 10 рабочих дней в качестве суммы ущерба мы туда включили стоимость всех материалов мы их знали потому что недавно их покупали стоимость всех монтажных работ а также стоимость демонтажных работ мы просто брали 30 процентов от стоимости монтажных в среднем так и получается сумма получилось не маленько более 300 тысяч рублей туда вошли и обои и напольное покрытие наливной пол в общем на самом деле ничего не накручивали лишнего все эти работы которые были необходимы в том объеме в котором они были необходимы также шпаклевку местами необходимо было переделать там где она спучилась и мы кстати часть работ забыли включить например демонтаж межкомнатных дверей 4 двери у нас к тому моменту были уже смонтированы и по-хорошему чтобы наливной пол переделать нужно было эти двери демонтировать также мы не включили демонтаж и монтаж кухни но Но эти работы я производил сам, поэтому мы на этих статьях расходов экономили. Дальше была дилемма, что делать. Потому что 10 рабочих дней ожидания ответа от застройщика на претензию – это 2 недели. Но из-за майских праздников, опять же, эти 2 недели превращались практически в 4 недели. И в идеале, в случае, если будет судебный процесс, необходимо было оставить все в таком виде, в котором оно находилось, в намокшем. Ну, конечно же, пошла бы плесень, все дела, ущерба бы было еще больше. Причем мы даже не могли независимую досудебную оценку произвести. То есть, как-либо зафиксировать текущее положение дел. Потому что там по процедуре необходимо было 3 рабочих дня для того, чтобы уведомить все стороны, которые должны присутствовать на вот этой оценке. Короче, у нас даже не было 3 рабочих дней, оставалось 2 рабочих дня до майских праздников. Мы даже этого не могли сделать. Короче говоря, мы решили немедленно снимать все напольное покрытие и начинать сушку сразу же, чтобы не дожидаться появления плесени. Где-то за 3-4 дня я снял всю арт-виниловую плитку, вот эту, которая была клеевая, приклеена к наливному полу. Да, я знаю, что можно было аккуратно по одной плитке снимать. Есть ролики Андрея Шайтера. Я их смотрел уже давным-давно. Мне нужна была информация о том, как аккуратно силиконить при помощи шпателя. И там же была найдена мной информация о том, как клеевую плитку можно переклеивать. Но эти способы, которые у него показаны, у меня не сработали. Возможно, дело именно в том клее, который использовался. Я пробовал греть феном, пробовал греть утюгом. Да, клей размягчается, всё хорошо вроде бы, легче отклеивается. Но клей всё равно остаётся на обоих поверхностях. И счистить его очень тяжело, реально. Короче, оно того не стоит. Этот способ подходит, если вам нужно одну-две плитки переклеить. Но если нужно отклеить 600 плиток и потом приклеить, я считаю, это всё-таки нереальный способ. Поэтому вся вот эта ПВХ-плитка была вандальным способом оторвана. Причём вместе с клеем отрывались куски наливного пола. Ну, не куски, а такие небольшие кусочки. Короче, клей держит нормально так, видимо. Также я обнаружил, что хуже эта ПВХ-плитка приклеилась там, где мы наливной пол шлифовали алмазной коронкой. Видимо, там более пористая поверхность, более впитывающая. И в этих местах приклеилась хуже. Ну, так просто. Может быть, эта информация кому-нибудь в будущем понадобится. Все эти 600 плиток были оторваны от пола и выброшены. Я пытался их продать, хоть за 2000 на вид, кому-нибудь в гараж может постелить. Но никому она была не нужна, поэтому просто ушла в утиль вся. Дальше необходимо было максимально быстро всё высушить. Стены и пол. Поначалу я пытался сушить обычными строительными тепловыми пушками. Ну, вот полтора, два, два с половиной киловатта. Три штуки я купил. Одну мне дал тесть. Я сделал удлинители во все комнаты, расставил осушители и начал сушить стены. Обои поднял, соответственно, которые намокли. И поначалу мне даже казалось, что сушка идёт довольно быстро. На стенах вода быстро отступала. Но требовалось, во-первых, переставлять эти осушители постоянно. Во-вторых, довольно высокое энергопотребление у них общее. Киловатт 6-7, наверное. И, в принципе, я ещё боялся их оставлять на ночь, потому что довольно пожароопасным это мне казалось. Короче говоря, всё шло слишком медленно, как мне казалось. В тот же день тесть мне привёз мобильный кондиционер свой, который имел режим сушки воздуха. Я пробовал в этом режиме его включать на часик, но он мне показался неэффективным, потому что у него за этот час из трубки отвода конденсата даже вода не пошла. Я подумал, что что-то с ним надо разбираться. Что-то не в том режиме включено или что-то непонятно. Потом на следующий день я всё-таки ещё раз его включил на время подольше. И вода всё-таки пошла. Довольно быстро капала. Я решил попробовать всё-таки этот способ сушить именно воздух, а не пытаться греть его. На следующую ночь я оставил включенным вот этот кондиционер в режиме осушения. И за ночь он собрал примерно 8-9 литров воды из воздуха. Я понял, что это гораздо лучше, чем использовать тепловые пушки. К этому кондиционеру дальше были добавлены ещё два вентилятора, которые просто гоняли воздух по всей квартире, и позволяли осушителю больше воздуха через себя пропускать и больше воды собирать. Ну и потом на следующий день я ещё съездил за ещё одним осушителем. Самый дешёвый купил Royal Klima. Он по заявке должен собирать до 20 или 25 литров воды. Но по факту он раза в 3-4 слабее. Ну он и по габаритам в 3-4 раза меньше, чем кондиционер. Тем не менее, вот в паре они работали следующие, наверное, неделю или полторы вместе с двумя вентиляторами и довольно много воды отводили. Кроме того, такой способ сушки позволял мне каждый день осуществлять контроль над тем, сколько воды в какой комнате собрано. Я мог отслеживать динамику, мог эффективно переставлять осушители каждый день и мог понимать, когда будет тот момент, когда стабилизируется сбор воды. Он постепенно снижался, снижался с каждым днём и стабилизировался на определённом уровне. К этому моменту наступили тёплые майские деньки, и мы полностью перешли на проветривание. Сушители выключили. Дальше было долгое мучительное ожидание ответа от застройщика на претензию. К тому моменту мы ещё сняли 4 межкомнатные двери. И, кстати говоря, под коробками дверей оставались кусочки винила, которые я потом уже снимал. Это после интенсивной сушки. Там всё равно была вода. То есть винил вообще не даёт воде никак проникнуть наверх. Это, наверное, можно считать одним из минусов, одной из особенностей этого покрытия, о котором никто нигде не говорит. Короче говоря, были межкомнатные двери демонтированы и была разобрана кухня. Но куда это всё девать? Потому что предстоял демонтаж наливного пола, потом заливка нового наливного пола. И желательно было всё это куда-то вывести. Мы искали какие-то складские помещения, хотели куда-то туда перевезти. Но совершенно случайно в этот момент я встретил в лифте соседа. Дело в том, что у нас на этаже предусмотрены общие помещения для жильцов, которые рекламировались при продаже квартиры как общие помещения. Но потом, перед сдачей дома, застройщик решил всё-таки эти общие помещения продать собственникам. Обзванивал некоторых из них и каждому на этаже продал вот это помещение. И мы не знали, кому принадлежит наше. Но совершенно случайно я встретил соседа в лифте, которого раньше не встречал, причём он потому что уезжает в командировки постоянно. И вот как раз в мае я его встретил, спросил у него, не его ли это помещение, оказывается его. Попросил у него его в аренду на два месяца. И он мне за какой-то бесценок, за символические деньги сдал это помещение в аренду. Там была нормальная влажность, я сразу же замерил нормальная температура, вентиляция присутствовала. Короче говоря, это был самый, наверное, удачный вариант для того, чтобы поместить эти четыре демонтированные двери. И ещё три двери были новые в плёночках. Всю кухню практически туда удалось засунуть. Но там более-менее такое большое помещение. Единственное, что не получилось туда утащить, это столешницу, которая длиной почти 4 метра. Непонятно было, куда её девать. Сначала мы её просто упаковали в плёнку. Но впоследствии, чтобы работать с полом, мы решили её закрепить на стене, на кухне, вдоль вот этой длинной стены. Просто купил кронштейны, на неё поставил, закрепил, короче, столешницу. И таким образом она у нас сохранилась до момента сборки кухни. Далее появилась информация от застройщика, слухи, так сказать, что могут одобрить досудебную выплату компенсации ущерба. Ну, единственное, небольшой торг начался. Дело в том, что мы пытались демонтаж-монтаж дверей межкомнатных тоже в эту сумму включить. Но застройщик уперся, уже решил согласовать только первоначальную сумму ущерба. На которую в итоге мы согласились. Потому что, ну, альтернативным вариантом было судиться. Это сильно затягивать и усложнять весь процесс. Поэтому мы этого не хотели точно. Пусть там с небольшим минусом, но всё-таки мы вышли из этой ситуации. Потеряли, по сути, время, нервы и чуть-чуть денег. Полученная компенсация позволила нам быстро восстанавливать ремонт. Нужно было демонтировать гипсовый наливной пол промокший. Это, кстати, довольно сложно сделать. Оторвать его от стяжки. Он хорошо за неё цепляется. Мы нашли... Мы уже последующие работы практически не делали сами. Только по мелочи что-то. Ну и кухню я собирал. В остальном всё нанимали на все работы. На демонтаж наливного пола тоже нашли бригаду. Они за два дня со всей квартиры демонтировали этот наливной пол и вывезли. Местами углубились, конечно, в стяжку. Но, в принципе, мы ожидали, что это сделать будет аккуратно и тяжело. И просто решили, что нужно будет эти углубления устранять. Кстати говоря, по поводу устранения протечки. Все работы по устранению протечки произвёл застройщик. И все эти работы заактированы. В том числе заливка стяжки в этом месте, где происходило вскрытие. То есть, по идее, вся эта система отопления у нас осталась на гарантии. Это было для нас принципиальным моментом. Поэтому мы решили не делать перетяжку всех труб, установку коллектора. Я вообще не знаю, технически и юридически это насколько законно и насколько допустимо. Короче, мы оставили всё так, как есть. И оставили всё на гарантии. Такое решение было принято. Единственное, о чём я жалею, о том, что мы на том этапе не вскрыли остальные соединения. Хотя бы на них не посмотрели, что они не деформированы и что с ними всё в порядке. Но что сделано, то сделано. Будем надеяться, что больше никаких эксцессов не будет. Тем более, если статистику по дому посмотреть. Но это довольно редкий случай, что такое происходит, как у нас. После снятия наливного пола также мы решили перешпаклевать стены. Потому что были косяки у прошлого варианта, которые мы не увидели, принимая работы. И решили ещё раз просто ещё один слой шпаклёвки нанести. Также те места, где шпаклёвка намокла, там пришлось её немного зачистить и обработать белизной на два слоя, чтобы не допустить возникновения там плесени. Ну и дальше пошли уже знакомые нам процессы. Это поклейка обоев, это сборка кухни, установка чистовой электрики, натяжные потолки и прочее. В общем, все эти процессы мы знали. Знали, в принципе, где ждать подвоха. Финансы у нас на эти работы уже были, благодаря компенсации. В общем, всё шло не очень быстро, но предсказуемо, по крайней мере. По кухне, опять же, я всё сделал сам. Единственное, так и не удалось сохранить столешницу, к сожалению. Вот эту длинную, которую мы берегли, пронесли её через все этапы. Через обновление наливного пола. И всё-таки в последний момент, когда уже нужно было её установить на кухню, мы её, естественно, поднимали. Потом внизу у нас что-то зацепилось, какой-то скотч, пытались его на ходу отклеить. Я совершенно забыл о том, что такую, ну, ослабленную в месте, где варочная панель столешницу, нельзя поднимать так вот горизонтально. Нужно её сначала вертикально поставить, а потом поднимать. Короче, в этом месте она у нас лопнула. Её не восстановить. Короче, очень неприятный был момент. Но решение было найдено. Дело в том, что эту столешницу мы заказывали из Питера у одной компании. И они, эти столешницы, нестандартного размера под Икею, потому что у них глубина больше на 3,5 сантиметра, чем стандартно. Они их делают из более крупных кусков, глубиной 90, по-моему. И нам вот нужно было отпилить два куска на нашу кухню, и оставался ещё кусок. Нас вот эта компания спрашивала, нужен вам этот кусок отправлять или нет. Мы решили, что лучше отправить, потому что мы доплатим немного за доставку, но при этом сможем этот кусок столешницы продать. И вот этот кусок столешницы как раз нам и пригодился, чтобы восстановить столешницу для кухни длинную. Она уже теперь из двух кусков, но она еврозапилом склеена. В принципе, более-менее аккуратно получилось. Ну, вот таким образом мы вышли из этой ситуации. Дальше, в принципе, ремонт пошёл достаточно легко. Единственное, что стали дорожать материалы. Я думаю, многие в курсе, что этой весной сильно подорожала древесина и металлы. Но почему-то и непроизводные от этих материалов вроде бы вещи тоже стали дорожать. Напольное покрытие процентов на 20 подорожало. Да и вообще всё, начиная от грунтовки, на самом деле подорожало существенно. В том числе по этой причине мы решили не стелить то же самое напольное покрытие, поискать что-нибудь другое. Ну и вообще, в принципе, тот же старый опыт не хотелось уже повторять. Вместо арт-винила мы решили постелить замковое SPC покрытие. У него более выраженная текстура, более похожая на дерево. Фаски опять же есть. Ну, в общем, и смотрится, и ощущается он лучше. Кроме того, он позволяет достаточно быстро одну комнату, например, разобрать. Хотя он застелен сейчас одним полотном по всей квартире, но в случае необходимости можно будет прорезать его по порожку. В дальнейшем туда установить порожек и разобрать одну комнату. И потом, в принципе, без проблем то же самое собрать. Ну и наливной пол также мы использовали другой, не гипсовый, а на цементной основе. Я звонил в техподдержку производителя, консультировался по свойствам. На самом деле, вроде как цементное наливное покрытие тоже не сильно любит воду. Долгое и сильное намокание не выдержит. Но, по крайней мере, будет сопротивляться дольше, чем гипсовое. На этом, я думаю, тему вот этого затопления можно закрыть. Таким образом, мы вышли из этой ситуации. На мой взгляд, не самый плохой сценарий произошел. Ну да, потрачены были нервы, время. Но все могло быть гораздо хуже, если бы все это произошло, когда мы уже переехали. На этом на сегодня у меня все. Я благодарю вас за просмотр ролика до конца. Как всегда, всем желаю удачи и успехов. Пока.